листья желтеют краснеют еще яркие краски а клен клен не хочет пока краснеть и раскрашивать свои листья вот он у меня рядом с кедром почему-то ему еще хочется продлить лето этот клен я привезла совсем маленьким из-под питера у нас заполярье редко только если кто-то привезет и посадит а так их в лесах не встретить вот наши леса рядом с дачей осенью же вступила в свои права на даче и цветы какие-то цветут и клюн 8 у мордовника красились шары фиолетовым такие красивые чубчики это цветы распустились у мордовника ячмень гривастый декоративно и осеницы тоже за лето разрослись кустик полыни еще во всей красе не пожух это пинамбу цветет папоротники готовят семена споры вот они будут но мне пригодятся еще это молодой вот зеленый они для зимнего букета красиво будут когда заберу домой они раскроются но и сейчас стоят довольно интересные спаржа распушилась стоит пушистая продолжает цвести василистник водосбора листный а а а а а а а а а и и и а а и а Последние денечки с сентября и бабочка в саду, цветущие лапчатки, вот такое оно заполярье. Хмель стоит во всей красе, вот они плоды уже и созревать начинают шишечки. Арка тоже нарядная, с хмелем, вот и арка приукрасилась. Здесь как в шалаше. Подсолнухой птицы посадили, уронили семечку и вот он расцвел. Начинает наливаться и зреть облепиха. В этом году она, ее не столько много, бывает обычно ягод, стволики увешаны ягодами, как початок кукурузный, плотно, что даже руку не всунуть. Ну и на том спасибо. Весна была прохладная, шмелей было немного. На этом кустике хоть молодой уже есть ягодки. Облепиха становится все крупнее и ярче. Скоро можно будет собирать. Первое октября собираю облепиху. Плоды уже вызрели. И вот сегодня. Барбарисы начинают зреть. А некоторые сорта барбарисов наряжаются в яркий осенний наряд. Ну этот как был, пордового цвета листья, так и стоит. А зеленый уже вот покраснел. Зеленый барбарис в яркой осенней раскраске. Становятся листья все ярче, интереснее. Яблонька в осеннем наряде. Уже листья желтеют. Зреет и наливается калина. Будем держать до заморозков. Чтоб была послаще. Горечь немного ушла. И заморожу. Чай вкусный и полезный. Вот они. В калине начинают краснеть не только ягоды, но уже и листочки. Молодой куст черноплодки начинает плодоносить. Наливаются ягоды. Черноплодная рябина наливается. Тоже кустик хоть молоденький, но уже ягодками решила дарить. Черноплодную рябину называют еще аронией. Правильно, черноплодная это название в народе укрепилась. Хмель тоже уже желтеет и листья пожухли, становятся желтыми или вообще коричневыми. Скоро облетят и останутся только вот эти семена хмеля, эти шишечки. А на будущий год все снова. Вот эту лозу всю надо срезать. И каждый год она отрастает. Куст приобретает силу. Дубок уже стоит, желто-рыжий. Я его вырастила из желудя. Здесь дубы у нас в лесах не растут. Вот и калину немножко морозцем прихватила. Чаек буду пить вкусный и полезный с замороженной ягодкой. КОНЕЦ ВОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»